Привет, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Моя гостья сотрудничает с ангелами, ангелами огня, если быть точным, и говорит, что вам тоже стоит попробовать это сделать. Смотрите далее. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сидру в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Здравствуйте, у меня в гостях доктор Кэндис Смиттеман. Возможно, вам показалось, что сегодня я выгляжу как-то необычно. Да, моя рука сейчас за спиной, а все потому, что доктор Кэндис провидится, и она говорит, что сейчас позади меня большой ангел, и если я выставлю руку назад, то почувствую присутствие этого ангела. А еще, слава от этого ангела прямо сейчас передается мне. Доктор Кэндис, я бы хотел, чтобы вы повсюду ездили со мной и говорили мне, когда стоит класть руку за спину, и я последую ее совету. С удовольствием. Обращайтесь. Кэндис, насколько каждому верующему важно сотрудничать с ангелами? Это доступно всем верующим или только таким продвинутым провидцам, как вы? Конечно же, всем верующим. Сид, неважно, можем ли мы увидеть в духе большого, высокого ангела. Факт в том, что в Слове Божьем сказано, что Бог посылает к нам ангелов языками пламени. И мы знаем, что на иврите и в греческом языке слово «мелик» и «ангелос» указывают на то, что они посланники, слуги и заступники, то есть они прислуживают нам, они ждут, пока мы, царственные граждане Небесного Царства, дадим им какой-то приказ и Слово Божьего. В своей книге вы говорите о том, что очень важно сотрудничать с ангелами, потому что нам нужно собрать урожай. О каком урожае идет речь? Совершенно верно. Позвольте рассказать вам, Сид, что Господь показал мне. Мы такой тип Божьего творения, который унаследовал спасение, а ангелам спасение не нужно. Они созданы для того, чтобы помогать тем, кто должен унаследовать спасение. Мы знаем силу воскресения, а они должны подчиняться тем людям, которые понимают силу воскресения, чтобы управлять ими с целью выполнения работы для Царства Божьего. Я имею в виду делать то, что хочет видеть Господь – пробуждение, пробуждение последнего времени, излияние славы, урожай душ. Бог хочет, чтобы мы сотрудничали с ними в этом и не думали, что мы должны сделать это сами. Мы должны принимать осознанные решения, понимая, что, согласно слову, мы призваны сотрудничать с ангелами. Я слышал выражение «ангел-хранитель». А у каждого есть такой ангел-хранитель? Да, ангел-хранитель есть у каждого, и этот ангел был приставлен к человеку с момента его зачатия. То есть, во все те моменты, когда я был близок к аварии, спасибо ангелу-хранителю, получается так? Совершенно верно, да. А какие еще есть функции у этих ангелов? Есть ангелы исцеления, ангелы, которые приносят обеспечение прямо с неба. Перед началом программы вы сказали мне, что сегодня будет много исцелений. То есть, здесь сейчас есть ангелы исцеления? Да, и они тоже. Вы хотите сказать, что их больше? О, да, все они стоят вот здесь. Это ангелы огня, которые принесли исцеление прямо от престола Божьего, чтобы исцелить не только тех, кто сейчас в студии, но и тех, кто дома, чтобы каким бы ни был недостаток или проблема в вашем теле, они пришли от Божьего престола с заданием принести нам исцеление в этой сфере. Но вы говорите, что все ангелы, ангелы огня. Почему? Да, включая даже наших ангелов-хранителей. Все потому, что престол Божий – это огненный престол, а они должны иметь возможность приближаться к этому престолу. Есть серафимы и херувимы, и они окружают престол. Это значит, что в каждом из них есть элементы огня. Подтверждение этому можно найти в Исаии 6 глава. Когда Господь явился Исаии, Серафим принес Исаии уголек прямо от престола Божьего, чтобы очистить его уста. Следовательно, вокруг престола огонь и разные огненные свойства, которые нужны нашим телам, чтобы они были здоровыми. У вас было много встреч с ангелами. Расскажите мне о трехметровом могучем ангеле. О, да. Ярет – убийца великанов. То есть вы знаете его имя? Да, мы встретились. Ярет означает «убийца великанов»? Да, я – это частичка от Яхве, а «рет» – это еврейское слово «адмоне», что можно перевести как «ржеватый». А кто, как мы знаем, был ржеватым? Давид. А что сделал Давид? Убил великана. И чтобы мы увидели большие чудеса исцеления, Господь будет посылать нам ангелов с миссией, которые будут выполнять специальные задания. Они будут действовать в согласии с нами и выполнять необходимые действия, чтобы люди Божьи исцелялись, спасались и освобождались. То есть мы должны просто верить, что они всегда рядом, вместо того, чтобы говорить «Боже, пошли ангелы». Нам нужно просто сотрудничать с ними. Совершенно верно. И это делается верой, потому что это доступно всем. Я ничего не выдумываю. Все это есть в Слове Божьем. Там сказано, что Бог посылает ангелов как посланников, как своих агентов, которые должны сотрудничать с нами в пробуждении последнего времени и излиянии славы Божьей. И как мы с вами знаем, сейчас самое время для этого. Итак, когда появился этот трехметровый ангел, что случилось? Он пришел ко мне во сне. Я получаю очень много снов и видений от Господа. Я вижу ангелов не только здесь перед собой, но и в своих снах. Господь часто показывает мне во сне, что Он для меня приготовил и что мне нужно сделать. И так мне приснился сон. И во сне ко мне пришел Ярет. Он был почти три метра с длинными рыжими волосами. Он попросил меня подойти. Это было так сильно. Сид, я пошла к нему. Кстати, Он был в человеческом облике. У Него не было крыльев. Он выглядел как человек. Когда я подошла ближе, Он начал шептать мне на ухо. Чем ближе я подходила, тем сильнее чувствовалось Божье присутствие. Это было так сильно. И сразу же после этого Господь открыл мне Его имя, Ярет, и сказал, я показал его тебе, потому что я посылаю его вместе с тобой в Англию, Ирландию и Францию, куда ты отправишься на следующую миссию. А что произошло, когда Он появился там, на этой миссии? О, это было так сильно, поскольку подключился убийца великанов, все демонические силы, которые, как великаны, поднимались против Слова Божьего, должны были отступить. Вы сказали «против Слова Божьего». Да. Вот в чем суть. Вы правы. То есть, если мы не говорим «Слово Божием», ему не с чем работать. Это вы имели в виду под сотрудничеством с ангелом? Да, вы правы. У меня была миссия от Господа, и ангелы отправлялись туда вместе со мной, но я не просила их участвовать, помогать или содействовать мне. Это не значит, что я не получила желаемый результат. Это значит, что у меня были дополнительные силы, которыми я не воспользовалась. Они будут стоять рядом и ждать от нас Слова Божьего, чтобы мы начали сотрудничать с ними. То есть, Бог дал мне власть действовать, а им дал власть действовать на основании Слова внутри меня. То есть, у меня была власть, делегированная от Бога, чтобы задействовать чудотворную силу, а потом наблюдать за тем, как эти ангелы будут делать то, для чего их послал Господь Бог. То есть, это стратегическое партнерство. Когда мы говорили с вами о вашей книге, вы сказали, что многие ангелы сидят без дела, потому что многие христиане не говорят Слово Божие. Верно. Кстати, слово «голос» на иврите, оно очень часто встречается в Писании. К примеру, в Псалме 28.7. «Голос Божий высекает пламень огня». Вот почему я говорю, что ангелы – это языки пламени. Голос на иврите – это «кол». «Кол» означает «искра», «гром» и «пламя». Когда мы говорим Слово Божье, начинается «искра пламени». И огненные ангелы приходят и присоединяются к искре с небес. Они слышат голос Бога. Не забывайте, когда в нас говорит наш дух, то он говорит голосом Бога. Это разжигает огонь, и ангелы присоединяются к этому огню, и они тогда начинают активно действовать. Библия говорит, что Слово Божие – это Иисус. Значит, на сцене появляется Иисус, и ангелы следуют Его указаниям, записанным в Слове Божьем, которое и есть Иисус. Все настолько просто, что нужна дополнительная помощь, чтобы в этом запутаться. Чистая правда. Давайте поговорим об одном из ваших первых опытов служения с ангелами. Расскажите мне об этом. Это было во Франции. Я поехала во Францию, чтобы послужить там. Я была на собрании, и Господь начал двигаться там. Я рассказывала о еврейском календаре, пророчествовала и так далее. Затем Господь сказал, тут мое исцеляющее присутствие, начинай действовать. А еще здесь ангелы огненные, и я хочу, чтобы люди это почувствовали. Ну ладно, Господь, я знала, что там были ангелы огненные, но Он хотел, чтобы люди ощутили их. А что это значит? Как можно их ощутить? Скажу вам, что сегодня зрители в студии дома тоже получат возможность ощутить их. А я не против. Господь сказал мне вызвать вперед тех, кто нуждается в исцелении, и я начала молиться и возлагать на них руки, а затем Господь сказал, тут есть люди, которые хотят получить силу для служения исцеления, попроси их тоже выйти вперед. Я так и сделала. Затем Он сказал, пусть ангелы огня прикоснутся к ним, тогда их руки зажгутся огнем, и я хочу, чтобы после этого они возложили руки на следующих людей, которые выйдут за исцелением. И, конечно же, ангелы пришли, стали прикасаться к людям в разных сферах, где им нужно было исцеление, а также к их рукам. И целый ряд людей получили помазание для исцеления. Потом они сами возлагали руки на следующую группу людей, чтобы те смогли получить исцеление. Огонь был таким сильным, да еще и передавался. Да, он передавался, и я вижу... Кстати, об этом сказано в книге. У каждого огненного ангела свой цвет пламени. Это все есть в Слове Божьем. Итак, у них разные цвета, означающие разные целительные свойства. Итак, голубые серафимы приносят медь. Серафим севрита означает медь, то есть они приносят медные свойства от Божьего престола. Когда нашему телу не хватает меди, мы принимаем витамины. Но вы можете попросить Бога послать вам ангела с синим пламенем. Он придет и уберет все нечистоты из вашего тела. Тогда ваше тело окажется в огне, и в него будет вложен сульфат от небесного престола. Это и будет сульфат меди. Ангелы, приносящие кальций, оранжевые. Желтые ангелы приносят натрий. Красные приносят стронций и литий. Литий – очень важный компонент для нашего мозга. Многие люди с собственными заболеваниями страдают от нехватки лития. Мы знаем, что кальций важен для костей, а натрий регулирует работу нашей печени, почек. Скажу вам, вы говорите о таком, о чем я еще никогда и не слышал, но вы имеете дело с другим царством, и ваша работа – принести то, что есть там, в наш мир. Когда мы вернемся, я попрошу доктора Кэндис помолиться за вас, о партнерстве с огненными ангелами, так что мы увидимся через минуту. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Сейчас нас окружают ангелы огненные. Вы сказали нам об этом. Вы сказали, что этих ангелов, огненных ангелов, полно в этой студии. До перерыва вы рассказывали нам о функциях ангелов. А теперь расскажите нам еще что-нибудь об этом. Еще они приносят очищение, исцеление, обеспечение. Ангелы делают столько всего. А если вы почитаете Писание, то увидите, что есть ангелы-хранители. Я имею в виду, что они были назначены охранять определенные вещи. Как вы знаете, они хранили ковчег завета. А еще мы знаем, что они окружают престол Божий. То есть еще одна из их функций – это охранять. И в своей книге я пишу о том, что нам нужно пользоваться всеми их функциями и знать, как их призывать в нужное время. Это и есть сотрудничество? Совершенно верно. Как вы и говорили, это стратегическое партнерство. А если вы понимаете все функции разных ангелов, у каждого из них есть элемент огня, поэтому мы и называем их огненными ангелами. Именно поэтому в Евреям 1.7 сказано, что они – слуги пламенеющего огня. Именно поэтому в Псалме сказано, что голос Господа высек или разделил пламень огня. Когда вы знаете все это, вы можете уверенно сотрудничать с ангелами. Вот почему Господь хотел, чтобы я написала эту книгу, чтобы его люди были уверены даже в том, чего не видят их физические глаза. Каждый хочет увидеть ангела своими глазами. Вспоминаю такие слова – блаженные, не видевшие, но уверовавшие. Верно. Те, кто верят в ангелов, не видя их, более благословенны. А те, кто их видел, помогают нам осознать, какие мы благословенны. Так говорит нам Библия. Совершенно верно. Когда я учу об этом в разных местах, мы видели много чудес, у нас есть множество свидетельств. Расскажите парочку. Да, конечно. Однажды я поехала в Баклахому, чтобы учить там команду лидеров. Я начала рассказывать им о разных цветах и функциях ангелов. Помощник пастора с женой сидели в первом ряду, и рьяно записывали то, что я говорила. Но не успевали записать все. Они не успели записать, какой цвет за что отвечает. На тот момент отец пастора был в больнице. Он был подключен к аппарату искусственного дыхания. Он был очень нездоров. Он был в реанимации. После собрания они собрали всю информацию, что получили от меня, и призвали всех ангелов, всех цветов. Мы не помним, о каких именно ангелах говорила доктор Кэнзис, какого цвета они должны быть. Но мы отправим их в палату нашего отца и будем верить. На следующий день жена пастора свидетельствовала всему собранию. Она сказала, «Все, что я запомнила из вашего учения, это то, что я носитель Божьего голоса. И это придало мне уверенность в том, что у меня есть сила посылать этих ангелов. Я знала, что воля Божья в том, чтобы мой свекор был исцелен. И я знала, что я скажу, и они пойдут и сделают». То есть она сделала то, что подразумевает еврейское слово «кол». Она думала, «Внутри меня Божий голос, и я пошлю ангелов на миссию и дам им задание». И уже на следующий день мы получили свидетельство. Тот мужчина позвонил своей невестке утром и сказал, «Боже мой, я исцелен! Меня выписывают из реанимации! Кто-то пришел посреди ночи, снял с меня маску! Я чувствую себя великолепно!» Вот это да. А вы знаете, вы учите тому, что есть много способов сотрудничества с ангелами. Но один из ключей – это проводить время в Божьем присутствии. Прокомментируйте это. Да, это важно. Когда вы проводите время с Господом, Он увеличивает вашу веру. Когда вы проводите время с Ним в Его слове, вы начинаете проявлять природу Иисуса и ходить на том уровне делегированной власти. Вы чувствуете себя царственным гражданином небес. Так мы должны чувствовать себя все время. Граждане небес должны знать, что они могут давать своим слугам любые задания, и эти слуги будут выполнять задания, данные Господином. Господь ожидает этого от нас. Он послал к нам свое слово и ожидает, что мы будем действовать. Того же мы должны ожидать и от ангелов. Сейчас я это продемонстрирую. Слово Божие говорит, если вы исповедуете своими устами, что Иисус Господь, и поверите в своем сердце, что Он воскрес из мертвых, вы будете спасены, избавлены и исцелены. Вы будете иметь мир, который не поддается пониманию. Повторяйте за мной. Дорогой Бог, прости меня за мои грехи. Их очень много. Я верю, что Твоя кровь смывает все мои грехи и делает меня чистым. И теперь, когда я чист, Иисус, войди и живи во мне. Будь моим Господом. Аминь. А теперь вы высвобождаете исцеление. О, аллилуйя. Итак, если вы сейчас в студии или дома перед телевизором, поднимите руки. Так, хорошо. Отец, я благодарю Тебя во имя Иисуса. Спасибо за то, что ангелы огненные сейчас в этом месте. Отец, Ты знаешь тех, у кого здесь есть какие-то болезни. Спасибо за то, что Ты уже выпустил своих ангелов, и они принялись за работу. Я вижу, что они работают над спинами. Ваша поясница исцеляется во имя Иисуса. И задняя сторона Вашей шеи во имя Иисуса. Я вижу людей с проблемами печени. Отец, спасибо за то, что Ты посылаешь желтых ангелов, чтобы они исцеляли печень, почки и поджелудочную во имя Иисуса. Отец, спасибо за тех, кто желает принять дары исцеления. Я провозглашаю огонь в Ваших руках во имя Иисуса. Вы прямо сейчас получаете огонь. Огненные ангелы прикасаются к Вам. Спасибо, Господь Иисус, за помазание исцеления. Я провозглашаю, что Вы посланы, и Бог посылает Вас, как царственных граждан Своего Царства, идти и делать то, к чему Он Вас призвал. Вместе с Вами пойдут ангелы, и они будут реагировать на голос Божий внутри Вас. Я вижу, что у кого-то сейчас горят ступни. Если у Вас горят ступни, то это означает новое предназначение, новую надежду и новое будущее. Во имя Иисуса я верю, что после этой программы вы почувствуете резкие изменения в своем теле. Если я не назвала Вашу проблему, то назовите ее сами. Мы выпускаем красных ангелов для умственных заболеваний, оранжевых – для снабжения кальцием, желтых – для натрия, а синих – для меди. Аллилуйя! И сейчас Бог сказал мне, что сухие кости обязательно оживут. Принимайте это. И это прямо сейчас. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я доктор Билл Хэммон. Вы знали, что вы вступили в новую эру в конец последних дней? Возможно, вы спрашиваете себя, какова моя роль в этот период. Присоединяйтесь ко мне Исиду в следующий раз, и вы узнаете ответ на этот вопрос. Молитва – это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым, и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети «Это сверхъестественное», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» – Сидорота. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть Тот, Кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью Его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на Его любовь к вам. Его любовь совершенна. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к Нему, Он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о Нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. Теперь доступно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю.